приветствую вас уважаемые мои подписчики и гости канала сегодня 17 января и очередное видео о цифоманте значит из того обилия сколько там было в прошлом ролике я снимал более 40 плодов 40 чем-то я уже не помню сам точно вот осталось на 17 января 1 2 3 4 5 штук 5 плодиков осталось они уже все почти употреблены в пищу были короче они начали сыпаться падать и я думаю что время их уже снять потому что потому что время снять она уже начинает вот расти пошли молодые побеги при том что тут в теплице 35 градусов больше я не держу поскольку цитрусовые отдыхают и вот это они сейчас легко срываются вот так вот на хвостике он уже отсыхает то есть плоды созревшие сейчас сниму ну и дальше буду рассказывать что я хочу с ними сделать так плоды разрезал выбрал самые спелые они уже даже немножко были мягкими вот так вот они выглядят это те что были значит лежали там в теплице спелыми такие семена у них почему-то я ожидал что будут черные вот как у этого этот который лежал месяц в доме вот у него такие черные семена вот этих что лежали теплицы там возле дерева недалеко вот такие желтые так что думаю что все-таки семена должны быть вот такого цвета темного но тем не менее это эксперименты я их выберу выберу ложечкой в обыкновенную рюмку там много мне их не надо я их не буду сеять из семян выращивать буду если кто-то пожелает заказывать на нашем сайте я их буду размножать черенком это сохранит все материнские свойства моего растения растение как вы видите того стоит выбрал один плод это в стаканчике вот столько значит оставляю и ставлю в теплое место здесь на кухне она будет стоять и через дня три-четыре она сбродится и легко семена через дружелочок промоются под напором воды значит что еще надо сказать по этому растению по плодам этого растения по растению уже собственно говорить нечего уже снял ролики по нему по плодам значит что следующее похожи они на маракуйю на маракуйю похожи как по строению плода так и по консистенции и я бы сказал даже по вкусовым качествам чуть кислее и немножко больше ананасного привкуса стало в зрелых плодах ну я думаю это зависит еще будет зависеть от места выращивания если ему больше солнца дать а я второй экземпляр посажу на солнце будет меня ну другой теплица будет расти отапливаем я его посажу в грунт и там она будет расти более более свободных условиях с большим доступа доступом солнца но обратно же хочу сказать что можно это выращивать растение в катке вынося утром и вынося весной с наступлением теплой погоды на воздух сад куда угодно но не не под прямые конечно солнечные вещи получить где-то чтобы какое-то дерево защищало от южного солнца значит что еще надо сказать надо сказать то что содержат плоды неимоверно много большое количество полезных веществ акте антиоксидантов витаминов аминокислот вообще не имеем я хотел было взять да перечислить там выписку какую-то сделать с интернетом потому что в голове все равно этого всего не удержишь но я как посмотрел так я думаю что я просто будет лучше если вам дам ссылочку на на этот материал в интернете и вы зайдете и почитаете потому что это реально надо прочитать это кладезь витаминов и как бы я думаю что многим этот фрукт поможет при употреблении его в пищу значит содержит коротко при том что как бы все-таки фрукт или овощ даже не знаю как его назвать не будем вдаваться в историю происходящего это но тем не менее фрукт или овощ при том всем что он имеет минимальное количество энергии разве после перед какой-то зеленью уступает это 31 килокалория углеводов здесь вообще нету то есть это идеальный диетический продукт белков тоже там если брать на 100 граммов то 2 грамма белка всего в этом плодах этого растения содержит ну диетические волокна там углеводы вот это все энергии энергетическая ценность она большая 30 калорий при том что углеводов нету значит фолиевая кислота ниацин пиродоксин это читаю с бумажкой тиамин витамин а витамин е натрий калий кальций медь железо витамин c магний марганец фосфор селен цинк каротин крипто ксатин как сатину правильно вот посчитал и там будет дана ссылка в описании на на реальный источник и почитаете как его почему именно тамарила она называется и почитаете где оно растет и как оно растет и почему все так поэтому я думаю что мало того что это полезное растение в плане того что мы имеем плоды съедобные это еще я бы отнес к лекарственному растению как минимум на уровень зизифуса ну вот как то так буду рад узнать что что то из этого видео для вас было полезным ну на разе всем до свидания до новых видео